Слабо здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами снова Кристалл, и это, ребята, последний ролик сегодняшнего Варафона, так что, надеюсь, в целом он вам понравился. Хотя по лайкам видно, что большей части людей, конечно, понравилось, за что вам спасибо за всю вашу поддержку. Благодаря вашей всей отдаче, вашим эмоциям, буду также продолжать делать марафоны. Марафоны, думаю, что станут этакой фишкой канала, то есть каждую субботу я буду проводить Варафон по... Точнее, Марафон, почему Варафон? Марафон просто буду проводить по какой-либо игрушке, которая в течение недели нам наиболее понравится. Допустим, что-то в таком рудухе, если на какой-то игре больше всего лайков будет набираться, то по этой игрушке мы и будем устраивать Марафон. Поэтому, думаю, что будет довольно прикольно. Возможно, будет даже два Марафона, но это уже в случае того, что если появится еще какая-то игрушка, и она прям бешено вам зайдет, в общем-то, да. Вот так у нас будет, мне кажется, будет интересно, по крайней мере, суббота будет необычным днем и более веселым, скажешь, только для большей части людей, как мне кажется. Я, конечно, некоторые мне пишут, чтобы я устраивал стримы, но стримы это не то. Стрим это стрим, там много болтовни, много лишнего всякого. Люди хотят, чтобы я читал чат, а я в Марафонах читать ничего не буду, и будет теряться вообще смысл всего этого дела. Ну да ладно, ребята, слишком много, наверное, болтаю. Многие опять напишут, что ты опять полчаса болтаешь, а-та-та-та-та-та. Начнут мне опять писать. Ладно, если уж в последней серии, давайте какую-нибудь способность использую. Вот, например, одну ловушку устраню. Бесполезную, кстати говоря, ловушку устраню, потому что, ну, она реально бесполезная. Угу, 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 по мне пушечки стреляют. Мне сейчас надо поинты будет заработать. Да блин! А-а-а, так. Ну, ё-моё, понятное дело, короче. Ладно, а сейчас поскачу, попрыгаю где-нибудь в других местах, подожду момент, когда пушка выстрелит, стрельнет наиболее приятно для меня. И тогда уже, тогда уже нарвусь на муху, потому что я это могу сделать. Я это, я это могу. Я не хотел прыгать туда, это так случайно будет. Эта игра, короче, подкрутила, поэтому я туда упал, да. Э-э-э, всё, всё, всё в игре, короче говоря, куплено. Всё сделано так, чтобы я умирал только, да. Так игра и работает, она специально, антикристальная называется игра, э-э, потому что разработчики ZeptoLab накрутили какую-то сверхсистему, чтобы я всегда плохо играл. А не то, что я сам по себе плохо играю, хотя мне зачем-то всё время в комментариях пишут, что, э-э, я плохо играю, хотя я, как бы, и говорю, что я, типа, играю не особо круто, но зачем-то мне об этом ещё раз пишут. Видимо, вдруг у меня память плохая, вдруг я этого сам не замечаю. Но в комментариях обязательно надо кому-то выпендриться, насколько же он сам по себе крутой этот чувак, который, э-э, пишет мне комментарии, видимо, он так самоутверждается, некоторая часть людей, написав мне, что я вот играть, понимаете, или не умею. Ну уж извините, да, бывает, я не умею играть. Но я в самом начале, я в каждом ролике, по-моему, Варафона говорил, что ребята, типа, да, я не особо умею играть, это нормально, как бы, я играю в эту игрушку меньше... Сколько я в эту игрушку, наверное, играю час или чуть больше часа, наверное, в сумме. Ну, может, два часа, я не знаю. И писать мне о том, что я, как бы, не очень в каких-то моментах, это, типа, нормально, как бы, в плане того, что я, как бы, реально не особо ещё ко всему привык, не всё познал и на какие-то вещи не обращаю внимания, потому что я, ребята, ролик записываю, и ролик я стараюсь больше акцентировать на то, чтобы мне что-то надо было делать, чтобы постоянно какое-то действие происходило. Даже если я, допустим, там что-то не обдумываю, ребята, какие-то вещи реально происходят, я их могу не замечать, просто потому что у меня в голове сейчас совсем другие мысли. Я не думаю о геймплее так конкретно, как думаете вы, когда играете в игру. Вот что-то в таком духе. Поэтому, ну, попрошу отнестись, наверное, с небольшим пониманием. Я, конечно, знаю, что вы мне всё равно напишите, что я криворукий, но, ну, хоть немножко можно, наверное, пожалеть меня. Да, 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 всегда мы, все мы были когда-то новичками. Ну, я, конечно, знаю, в комментариях в основном люди пишут такого жанра, что ты такой, типа, он родился уже со скиллухой про дотера, который играет в интернешнл, в интернешнл или уже, прям с рождения, с первого захода в доту. Это, это, кстати, кстати, одна из причин, почему доту я не стремлю, это как раз именно из-за таких чуваков, которые будут сидеть потом и говорить, насколько же я неправильно играю в таком духе. Так, ну что, здесь, кстати, ещё можно вернуться. Я здесь хочу попробовать вернуться. Сработают ли хоть какие-то мои навыки в других играх, где я вот такие штуки уворачиваюсь? Нет, не очень пока что. Хотя, нет, ещё разок. Мне нравится вот такие штуки уворачиваться, только вот пока не получается у него вернуться так, как я хотел. О, нормально. Вот этот раз, вот этот раз хорошо. Ну, мне нравится, когда вот ей можно вернуться, там такой маленький проёмчик, через него можно прыгнуть и всё в таком духе. Ну что, десятый левел, ребята, наконец-то я получил. Сейчас получу. Ну, сейчас должен получить. И за десятый левел мне должны дать какую-то подписку, как написали, что будет что-то мега крутое. Поэтому давайте соберём доступ к лабиринту, получается. Пройди лабиринт какой-то. Что за лабиринт, я не знаю. Но мне хочется посмотреть, что же это такое. Так, посмотри на себя, ты растёшь. Это значит, что теперь ты можешь войти в лабиринт. А, вот лабиринт. И что это такое? Так, выполняешь днём задание, чтобы открыть дверь в лабиринт. А, это ещё надо собрать эту дверь. Так, дверь. В лабиринте ты найдёшь кристальные слёзы и сможешь... Кристальные слёзы. Сможешь вырастить, собственно, дерево. Давай я покажу тебе. Да я могу так поплакать. Это у меня в комментариях. И так обижает, поэтому я могу и после каждого ролика поплакать. Так, ты одновременно... Ты можешь одновременно улучшать башню. Дерево для улучшения башни тебе понадобится золото. Для дерева кристальные слёзы. Дерево даёт отличные бонусы для тебя и лично твоё подземлили. Давай начнём улучшение прямо сейчас. Окей, давайте так. А можно мне улучшить что-то другое? Так, даёшь шанс сохранить... О, прикольный, кстати, бонус, да. А чё именно его? Я хотел другие почитать. Точнее, другие хотел бесплатно взять. Будет правильнее сказать. Возьмите кристальные слёзы достаточно для начала, но не забывай о лабиринте. Хочешь ещё? У меня есть для тебя миссия. Проберись лабиринты, я дам тебе ещё больше кристальных слёз. Окей, я всё сделаю, господин... Господинша... Господино. Так, да-да-да-да-да. О, бесплатная подписка. 10 раз больше... Вот почему этого раньше не появилось? Реально, очень хорошая вещь. Мне про неё писали, я всё думал, блин, когда же я её получу уже? 10 раз больше отмычек, 50 слёз ежедневно. 10 раз... Выше скорость восстановления отмычек, 3 уникальных костюма. Вот, это я понимаю. Так, стоп. А, вот как оно работает. И, знаете, я сейчас специально такое что сделаю, чтобы вы в случае чего не увидели. Вдруг там какие-то у меня есть данные. А, нет, никаких у меня данных нет, поэтому я пока что и не получу. Придётся сделать это потом. Ах, чёрт, ладно. Это я могу сделать, просто если я сейчас это сделаю, то это будет... Это будет немножко не очень. Так, ладно, тогда идём в атаку, получается, что дерево прикольно. Кстати, я занял уже 4982 место, если попаду в топ-30. Сейчас я, получается, на каком месте? А где моё место посмотреть? А, ну да, в принципе, можно вот так посмотреть. Я, получается... Нет, я в самой заднице. Я чё-то посмотрел такое. Четырёхтысяч... Пятитысячное место. Да, это, наверное, нормально. Так, такой смотрю. Да. Да. Так что, нет, у меня место такое себе. Но вот это вот я могу получить ещё в конце. Может быть, это даже клёво. Я не знаю, что это за штучка такая. Но вроде симпатичная. Ладно, будем искать противников дальше. Я сейчас буду просто воровать. Просто обворовывать разных ребят. Вот этот прикольный чувачок. Но боюсь, что будет тяжело. Но давайте попробуем. Может быть, глядишь, и пойдёт. Пойдёт у нас всё как надо. Так, оп, оп. Нет, здесь опять не пойдёт. Я вот эти моменты вообще не знаю, как ворачиваться. Очень часто я на них встреваю, потому что не знаю, как вернуться от этой мухи. Может быть, надо сразу прыгнуть. Может быть, надо потом прыгнуть. Как-то так. Если я сразу прыгну, то у меня будет какая-то возможность увернуться. Нет, эта муха всегда быстрее меня. Поэтому пока что я даже не знаю, как ворачиваться стоит, наверное. О, неужели? Я даже не знаю, что я сделал. Но это вроде получилось. Это вроде сработало. Только муха, пожалуйста, не догоняй меня. Не догоняй, не догоняй, не догоняй. А-тя-тя-тя-тя. Ох, получилось. Ну, на две звезды, ну и ладно. А в целом-то получилось, главное. Так, окей. Не понял я не совсем этот момент, как я сейчас проскочил. Но вроде получилось, да. Надо будет потом в замедленном времени посмотреть. Нет, не хочу тебя воровывать. У тебя что-то ничего интересного. Тебя тоже не хочу. У него еще кулак летает там этот странный. И страшный. И который я себе тоже хочу, чтобы у меня была такая ловушка. Чтобы смотреть, какие можно новые варианты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. У-ля-ля. Так, давайте-ка мы все взломаем. Ну да, реально все взломаем. Все, что можно. Так, если я это уничтожу, то какая ловушка будет? Почему ловушку именно отключат рандомную? Мне бы вот именно конкретно. Давайте замедление еще раз использую. Вот мне бы советовали, что если здесь будет какой-то дорогущий камень, то надо на него использовать все бонусы. На самом деле, мне не все советовали бонусы. Ну, я просто... Просто хочу. Так. Оп. Оп. Давай стреляй. Оп. А, ну все. Слушайте, я прошел. Хорошо, что муху выключил. Замедление это смотрится крайне странно. Не знаю. Мне даже тяжелее как-то играть, как будто стало замедлением. Тогда этого слишком быстро было. А теперь как-то вот так. Ну что? Просто самый клевый камень угр... Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Я в первый раз какой-то нормальный камень украл. Нифига себе. Последняя серия варафона. И тут я такой нормальный камушек утащил. Вот это, блин, клево. Кстати, да. Мне тут еще говорили, что это расширяется. 250 штук стоит. Нифига, как дорого. Я на самом деле жду, когда будет снова офигительное предложение. В прошлый раз мне оно высветилось. И такое, типа, это... Чувак, смотри, тут есть такое клевое предложение. Ты через него можешь получить кучу... Кучу гемов чуть ли не забесплатно. Так. Украсть фиолетовых камней других игроков. Украсть синих камней. А, на... О, задания появились. Это веселее. Я люблю задания выполнять. Так, фиолетовые камни. Поехали угонять фиолетовые камни. Я уже какой-то... А, стоп, у меня места ведь нету. Так. Если места нету, надо освободить. А освободить надо каким образом? Путем ускорения вот этого дела. 14 гемов потрачу. Так, что это такое? А, мне показалось, что-то новенькое нарисовано. Так, сливаем эти гемы вместе. Собираем. И куда они поместятся? Мне сейчас дадут выбор. А, ну прям туда втыкается сразу же. Ну окей, ладно, допустим. Мы можем сделать вот так. Вот так. Собрать пуск. И сразу забираем. Я не хочу отдать такую тонну своих гемов. Заодно и гидарчик немножко освобожу. На один фиолетовый-фиолетовый гем. Который сразу же я смогу воткнуть. Че мне все порошочек падает, а? Че за чудо-порошочек такой? Блин, как клево гем выглядит. Мне прям радует. А их... Жалко их продавать нельзя. Или можно? Может, я просто об этом не знаю? Я вполне себе чего-то могу не знать. Ну, я всегда приветствую советы какие-нибудь. Знаете, хорошие, приятные советы такие. Я никогда не против советов. Я всегда только за, что вы мне писали что-нибудь такое. Подсказочки. Ну, подсказочки в стиле там типа бомбежа. Ну, такие не надо, ребята. Такие смотрятся очень-очень не очень. Такие я обычно не читаю. Да, типа того. Так, ну че, есть что-нибудь? Что я могу украсть? Где филюлетовое чудо какое-нибудь халявное? А желательно еще повыше уровнем бы какое-нибудь. Так, не хочу. Не хочу, не буду. Да давайте, где эти филюлетовые, давайте. О, блин, там был. Я проскипал. Ай! Знаете, когда одну и ту же вещь делаешь постоянно, и у тебя как-то это... В автомат уходит, короче говоря. И ты такой типа... А, да. Можешь прокликать вполне себе этот момент, когда уже все было хорошо. Так, ну вот как сейчас. Хотя, смотрите-ка, здесь есть неплохой такой. Я с вами согласен. Что-то сюда... Что-то сюда стоило докликаться. Не факт, конечно, что будет все прям круто, но давайте попробуем двойное золото получить. И замедление времени я использовать не буду. Блин, это не муха удалилась. Так. Блин, это моя ошибка. Во, вот так вот. Во, надо будет запомнить эту тему. Блин, ну куда? Так, раз, два. И вот так. Самый низ. И вот сюда. Все. Окей, окей, окей. Три звезды я сохранил. Значит, смогу сейчас что-то вытащить. Было бы круто, если бы вытащил вот это вот чудо, но, скорее всего... Серьезно? То есть, серьезно? То есть, я нормальные гемы стал вытаскивать? А где все это время я был до этого? А почему мне вечно какая-то не та фига тень падала? Вот сейчас такая типа игра, говорит, смотри, чувак, вот тебе еще крутой гем, держи. Заслужил. Промарафонил. Вот теперь можно в последней серии что-нибудь офигенного тебе накидать. Ах, как клево, да? Ладно. Просто, блин, реально это... Что это такое? Какого черта? Давайте тогда вот какие-нибудь такие гемы сюда поставим, чтобы у меня было место. И пойдем еще один фиолетовый. Наконец-то мы вытащим. Может, я опять в поисках фиолетового найду? Другой камень тысяч на 40 там. Все в таком духе. Да, да, да. Почему бы и нет? Так, нет, не хочу здесь я ползать. Я хочу где-нибудь ползать там, где будет попроще и подороже, например. Типа, хочу дешево, но качественно, да? Что-то в таком духе. Так, ну, блин, это мусорные гемы. Типа, надо хоть что-то, что-то, что-то хоть какое-то. Чтобы вот здесь есть неплохая вещь. Стоп, чувак, стоп, а как он туда... Итак, можно запихивать? А, нифига себе, у него замки тут такие стоят. Не, я не хочу с ним. Не хочу с ним я дружить. Какой-то он очень вредный. Так, ну, давайте сюда. Ух ты, с первого раза. Эй! Вот-то фак. Я ж вроде бы все просчитал. Нет, на самом деле. Я просто тыкнул. И почему-то пошло не так. Так, вот так нормально. Вот так хорошо. Вот так, вот так вот встречаем мы всяких мобов, монстров и того подобных существ. Все, разгон, разгон. Не нравится, кстати, анимация котика? Он так бежит, спешит, старается. А я его так сливаю, да? О, закрутился. Кстати, написали, что крутящаяся муха. В итоге... Это просто крутящаяся муха и все. Почему синий? Хотя нет, у меня было задание синий. Так что, вот, похититель синих камней. И еще один плюсик. И мне еще лабиринт надо будет пройти, да? Поэтому сейчас мы еще фиолетовый украдем. И потом я смогу в лабиринт попасть вроде, да? Давайте попробуем. Где фиолетовый? Мне чисто надо фиолетовый сборник какой-нибудь. Давайте сразу сборник фиолетовый. Хоть здесь высокий шанс того, что я угоню фиолетовый. Но тут как-то очень тяжело пропрыгать. Поэтому я, пожалуй, опа. Так. Раз, два. Так. А можно мне не подписку, а вот эту штучку? Да, спасибо. Эта штучка больше мне по душе. Так, ну отключаем ловушки, удвоим монеты снова. Я, если уж такие офигенные камни, то в этот раз можно. Я даже замедление использую. Так, погнали. А, самая трудная ловушка отъехала. И, типа, окей. Я сейчас все остальное пройду тогда просто. Блин, как реально котик, когда медленно двигается, мне даже как-то тяжелее все это воспринимать. Типа, е-мое, какого черта так медленно? Так. Тут вниз прыгаем. Тут снаряд так летит. Тут вот так вот прыжок. И вот так вот прыжок. И вот так вот прыжок. И только не прилети мне. О, все. Отлично. Давайте еще один дорогой гем. Ну, типа, если уж это конец марафона, то... Это... Это реально какая-то жесть. То есть весь марафон я реально скипал, 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 скипал. Мне никто не попадался. Попадались чуваки с дорогими гемами. Я всегда шел, мне всегда какую-нибудь какашку давали. В этот раз, говорю, последний ролик марафона. Я такой, типа, держи, братан, вот те самые охренительные гемы, какие только ты пока что видел. Но я полагаю, что есть еще круче. Мне кто-то говорил, что я там гем пропустил за 40 тысяч, хотя он вроде так же выглядел. Что-то он не похож на 40 тысяч. Ну, я, конечно, не знаю, конечно, как все гемы визуально выглядят. Я только предполагаю, что вот выглядит неплохо. Значит, это хороший гем. В таком духе, знаете. Пытаясь добраться до лабиринта, я в итоге что-то совсем другое делаю. Ну, это прикольно, это прикольно. Так. Что мне еще можно сделать? Да ничего особо можно не сделать. Так, ну, трехтысячное место продвинулся. В итоге в нашем марафоне. Ну, ребята, думаю, эту серию будем заканчивать. Надеюсь, вам в целом понравился весь марафон. Следующую субботу ждите еще какой-нибудь марафон. Обязательно по какой-нибудь игрушке строю. Я буду вас стараться марафонами радовать. Я, конечно, знаю, что находятся чувачки, которые недовольны всем. Потому что такие всегда есть, особенно в моих комментариях. А сколько не посмотрю, всегда найдется какой-то чувак, который чем-то всегда недоволен. Будьте проще, что ли? Я не знаю. Ребята, ну, не нравится вам, допустим, что-то. Не смотрите это. Что у вас за проблемы такие? Зачем вы смотрите то, что вам не нравится? Объясните мне в комментариях. То есть вы реально заходите в мой ролик, бомбите. Вас прямо вызывает отвращение просмотра моих роликов. И вы такие, типа, да, я его буду дальше смотреть. Ну, это, конечно, прикольно. Пожалуйста, смотрите. Мне это не жалко. Просто в плане того, что... Зачем вы сами себя мучаете? В таком духе. Ладно, ребята, на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, подписывайтесь. Можете на колокольчик нажать, чтобы не пропускать ролики. Также, ребята, можете на меня подписаться в ВКонтакте, в Твиттере, Инстаграме. В описании все ссылочки. Также, ребята, еще у меня есть стрим-канал. Тоже в описании. На этом все. Увидимся в скором времени. Может, на следующем марафоне еще даже увидимся. Не, я не говорю, что я на неделю пропаду. На следующем марафоне-то мы точно увидимся. Вот. На этом все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok